всем привет с вами канал артмания начинаем с вами день с такого с мангалом шашлыков сегодня у нас колени куриные будут шашлык внизу у нас елочки от елочек шишечки кора и сверху дрова это мой первый мангал который делал полностью сама без родителей ну треугольничком конечно же они мне не стали до этого я только запекала за коптила только коптила а теперь он что-то горит у меня в одном месте там много было края красные эти угли сюда подменить а ведь голый убрать там красный хороший угли на стороне обзираются так разе вот горячие улик надо сюда холодный в этот убрать белье самые горячие угли вот они в стороне у нас оказались их надо было сюда подвинуть видишь горячие волорочатсь Много и много, как будто с 3 шампура, все, просто их надо в сушку было собрать. Тут надо постоянно поварять, немножко поджариться, перевернуть. Видишь, уже там поджарились, потому что углей много, посматривать надо все время вот так. Нужно сюда передвинуть, под перчатку, горячо уже, перчатку есть. Горит. Горит. А, картошка, надо в этом еще. На, мам, положи. Сейчас, подожди, сейчас, сейчас. Я переверну, это горят. А, я теперь пока холодный. Сюда немножко подвинь. Ну, клади сюда, мам. Как я подвину? Ты держишь на весу, ты не подвинешь. Вот туда положить бы сейчас все еще. Углей полно. Там жалко угли. Перевели угли. Нет, я три шампура, я думала, там шампуров десять будет. Тут знай теперь, да? Вот столько углей, это надо, когда много мы делали шашлыков, там, здесь шампуров. И то можно было чуть-чуть поменьше углить. Просто знай на будущее. Обдираю, обдираю, мы себя слышим. Обдираю, обдираю. Шашлычки я уже, кстати, курочку попробовала. Обалденно. Вот эта черная поджаристая штука вообще бесподобна. Очень-очень вкусно. У нас с семьей переругались просто тут. Пока их сделали, просто кошмар. Там еще картошечка у нас. Картошечка, наверное, тоже безумно будет вкусная. Какая красота у нас получилась. И вкуснятина. Сейчас ты шлепнешься. Нет. Все, работаешь? Да. Только их надо под корень убирать. Это можно? Это можно. Это можно. Вон тебя тут порсули сколько-то. Да, да. Вот это вот все. Какая красота была розовая. Ну, так вот. Золотенькая такая. Красота. Вот эти можно срезать. Вот эти сели. Всем привет. С вами канал ArtMoney. И смотрите, что у меня здесь. Здесь у меня мята уже высохла. Листочек черной смородины. Вот тут Мелисса. И все, по-моему. Сейчас я собираю, устаю мяту. Вот эту вот сушеную. Знаете, я никогда в жизни не ощущала запах сушеной мяты. Первый раз. Честно. Обычно просто берешь и уберешь. И все. И потом делаешь чай. Но тут вот я ее вот трогаю. Обалденно. Просто обалденно падает. Даже на экранчик. Упала мне одна. Ммм. Как она пахнет. Обалденно. И, конечно же, Мелисса, которой вечно не хватает. Которой вечно мало. Ее всегда мало. Вот мята. Это да. Это вообще набрало очень-очень много. Мелисса. Как всегда. Может быть, в принципе, для большой баночки, если сделать, то Мелисса будет достаточно. Вот у нас на дворе сейчас час ночи, по-моему, что ли. Не помню. Там вон я видна. Вот. Кстати, по поводу чая. Мы с вами сушили. В прошлом году сушили. В прошлом году сушили. В прошлом году сушили. Я хотела найти какие-то определенные чаи. Давайте сюда буду показывать. Меня здесь вот видно. Да. Я находила, хотела, вернее, найти определенные чаи. Ничего я в итоге не нашла. Каких-то определенных чаев. И мы с сыном заваривали. Просто клали все возможные листочки в одну кучу, в чайничек. И это было вот так вкусно. Это было шикарно вкусно. Даже просто, допустим, зеленый чай, красный чай и черный вместе. Просто вот там три чая вместе. Было обалденно. Было вот так. Очень вкусно. Поэтому то засушивайте. Просто смотрите, пробуйте, добавляйте того сего. И у вас будет все очень-очень вкусно. Вот я смотрю, у меня что-то ветка какая-то стала странная. Что-то она упала. А, ну его передвинули. Здесь свекровь была. И она часть цветов, короче, мне тут попередвигала, поотносила по разным комнатам, пораспределяла. И теперь вот этот вот плохо стоит. Что-то он это... Что-то у меня тут потемнело. Смотрите, я думала это пыль просто что-ли. Он что-то потемнел и свалился от бок. Вот декабристы мои. Ой, обожаю так декабристы. Они в декабре будут свисти. А, она мне тут подоконник еще помыла. До которого я никак не могла добраться. Смотрите, какие классные. Обожаю, когда их много, когда они такие огромные, большие. Тут, кстати, уже старый декабрист. Да, внешние можно пересаживать. Может быть надо. Скоро будет. Не знаю. Наверное, да. У меня, по-моему, горшок есть большой. Тут вот... Ба, что-то засох что-то. Ба, павел. А что павел-то? Я же плевала вроде. Вот. Короче, засушивайте, пробуйте, добавляйте. И где-то там с какими-то определенными вкусами получится лично ваш чай. Слава памяти. Продолжение следует.